Теперь мы непосредственно переходим к чтению книги и постараемся увидеть всё то, что я вам пообещал, вы в ней увидите, и разобраться в тех вопросах, которые до сих пор я оставлял без ответа, потому что не хотел забегать вперёд. Соответственно, мы начинаем с первой книги, пожалуйста. Никомахова этика. Книга первая. Всякое искусство и всякое учение о равным образом поступок, праксис и сознательный выбор, как принято считать, стремятся к определённому главу. Ровно точно так же начинается политика. Политика 1252А18. Откройте, пожалуйста, политику и прочтите начало. Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага. Ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо. Смотрите, это предполагаемое благо, дакео, мнимое благо, кажущееся благо. Иными словами, когда человек что-то делает, его в любой момент можно спросить, зачем он это делает. И общий ответ всегда будет ради какого-то блага. Ну, то есть вы учитесь, чтобы потом работать, вы работаете, чтобы иметь деньги и так далее, и так далее, и так далее. Это благо не всегда должно быть точным благом. То есть вы можете себя обманывать. Наркоману можно спросить, зачем он колется, и умреть, чтобы было хорошо. Это не настоящее благо, но это мнимое благо, и всякая деятельность обязательно имеет в виду какое бы то либо благо. То, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу. Общение – это деятельность, общение стремится к некому благу. Причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Чем более всеохватна деятельность, тем более всеохватна благо, к которому она стремится. Это логично. Наиболее всеохватывающая деятельность, наиболее всеохватывающее общение – это политическое общение, сформированное в виде государства. Именно поэтому государство стремится к наивысшему благу из возможных. Это общение и называется государством или общением политическим. Итак, всякая деятельность предполагает некое благо. Есть разные типы деятельности. Одна из них обязательно высшая деятельность. Высшая деятельность – это политическая деятельность, потому что она самая всеохватная. Высшее благо – это политическое благо, как бы оно ни понималось. Понятно, что тирания понимает под благом благо для тирана, а демократия – благо для народа, а олигархия – благо для некоторых. Но это все еще высшее благо. Поэтому удачно определяли благо как то, к чему все стремится. Благо – это финальная причина, целевая причина, как вы помните. Пока что мы не можем сказать, что именно понимается под благом, но мы смело можем сказать, что это не имеет никакого отношения к платоновскому пониманию блага. Для Платона благо – это идея, которая криво отражается в реальности и абсолютно недостижима. Для Листотеля благо – достижима, и каждая деятельность достигает его. В целях, однако, обнаруживается некоторое различие, потому что одни цели – это деятельности, другие – определенные отдельно от них результаты. То есть всякая деятельность – это целевая деятельность, но некоторые деятельности и есть при этом цели, а для некоторых деятельностей цель отдельно от самой деятельности. То есть я иду плавать, потому что мне нравится плавать, и я иду плавать, чтобы быть в форме. два разных подхода к одной и той же деятельности. В случаях, когда определенные цели существуют отдельно от действий, результатом, естественно, быть лучше деятельности. Иерархия очень простая. Если вы делаете что-то не ради этого самого, а ради чего-то другого, это что-то другое выше, чем то, что вы делаете. То есть результат труда плотника выше, чем плотническое искусство само по себе. Если вы плаваете, чтобы быть в форме, ваша форма выше, чем плавание. Если вы плаваете, чтобы плавать, плавание не выше, чем цель плавания. Так как действий искусств и наук много, много возникает и целей. Понятное дело, деятельность не одна. Деятельностей миллион. Целей у деятельности не одна. Их бесконечное количество. Из чего мы делаем только что, сделанный по отношению к деятельности вывод, а именно, что раз существует иерархия в отношении деятельности цель, а некоторые деятельности при этом могут быть самоцелью, существует иерархия в отношении целей. То есть я работаю, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги – это более высокая цель, чем действие работы. Это логично. Но рядом с вами идет человек, который говорит, я работаю, чтобы отдыхать. В смысле, работа – есть отдых для меня. Или я работаю, чтобы самореализоваться. Или я работаю на благо человечества. Соответственно, цель заработать денег, цель самореализоваться, цель работать и цель благо человечества – это не просто разные цели, это иерархичные цели. Таким образом, мы можем, просто отталкиваясь от этой иерархичности, сказать, что существует высшая цель и, следовательно, высшая деятельность, ведущая к высшей цели. Мы читали политику только что и знаем, что эта высшая цель есть общее благо, что под этим понимается, непонятно, а высшая деятельность, следовательно, это та деятельность, которая предоставляет движение к этому общему благу, то есть политическая деятельность. Эта иерархия, она выстраивается в соответствии с добродетелем? Ну да, с добродетелем? Нет, с благом. Высшее благо. Смотрите, какая у изостотеля будет логика. Мы действуем все ради некоего блага. Каждый раз, может быть, оно конкретным, может быть, абстрактным. Что такое благо, спросит себя изостотель, и что нет, и ответит, все считают, что благо – это счастье. Потому что, понятно, я работаю, чтобы зарабатывать деньги, я зарабатываю деньги, чтобы построить дом. Я строю дом, чтобы там завести семью, чтобы жить отдельно от родителей. Я хочу завести семью, чтобы что? Чтобы быть счастливым. Чтобы быть счастливым. Вы хотите быть счастливым. Зачем? Ответа уже не может быть. Ну, то есть, если я в любом случае веду себя к счастью, то почему цели имеют иерархичность? Вы только что описали иерархию целей. Вы работаете. Деньги – это цель. Но деньги не нужны сами по себе. Человек может идти работать, чтобы получать деньги. Другой человек может идти работать, чтобы отдыхать. Да. Другой, чтобы служить человечеству. Это все разные пути к счастью человека. Нет. К сожалению, нет. Это не разные пути к счастью человека. Это разные уровни на этом пути, разные точки на этом пути. какой, что из этого вышло. Очень просто. Как только мы определим, что такое благо или что такое счастье, нам станет понятно, какая деятельность ближе к счастью, а какая дальше от него. Или какие цели ближе, а какие дальше. Смотрите, я зарабатываю деньги, и вы зарабатываете деньги. Но я зарабатываю деньги, чтобы дальше учиться. А вы зарабатываете деньги, чтобы по вечерам в пятницу ходить с друзьями в бар. Какая из наших целей ближе к счастью, а какая дальше от него? Давайте лучше так. Вы зарабатываете деньги, чтобы учиться, а я зарабатываю деньги, чтобы, не знаю, излечить больного раком ребёнка? Хорошо. Хорошее замечание. Вы можете сказать, что какая-то из этих целей выше другой? Что они неравны? Нет, давайте по-другому. Что они неравны, вы можете сказать? Что это неравновесного уровня цель? Но поскольку у вас нет этой проблемы, вы считаете, что... Нет, не надо индивидуальностей, не надо частностей. Мы говорим про универсалии. Классическая политическая философия не разбивается о частности. Ну, тогда жизнь другого человека, она стоит выше. Возвращаемся обратно. Там, где есть разнообразие, там всегда есть иерархия. Как только вы говорите о двух целях, а не об одной, например, вы смело можете сказать, что какая-то из них выше другой. Для этого придётся подумать, взвесить, прикинуть, но выборов нет. Не бывает двух одинаковых целей. А жизнь пожилого человека или жизнь ребёнка важнее? Вот, тоже хороший вопрос. В смысле, смотрите, давайте усложним ваш пример. Я зарабатываю день не чтобы учиться, а вы чтобы спасать человека, конкретно вашего родного человека. Вопрос, это старый человек или молодой? Он умирает или у него просто проблемы? Я понимаю, о чем мы... Да? И чем больше мы завлазим в детали, тем легче нам становится определить. Потому что если вы, например, спасаете ребёнка от псориаза, то моя цель выше. Если вы спасаете старика от рака, то моя цель выше, потому что он всё равно обречён умереть. Но если вы спасаете ребёнка от рака, а если вы не спасаете его от рака, а, скажем, просто поддерживаете в нём жизнь и надежду на жизнь, хотя этой надежды нет. Но я цель всё равно будет... Вот, то есть, всё время мы можем эту иерархию построить. А вам кажется, что всё разнообразие и на небе миллион звёзд? Нет. Все эти звёзды находятся на определённом расстоянии друг от друга, и есть самые дальние из них. Это суперхороший вопрос, который будет обсуждаться чуть дальше, когда речь пойдёт о том, если для счастья нужны родственники и друзья, то есть родственники не только ваши родители, но и жена, и дети, да, или в вашем случае муж, и дети, можно ли быть счастливым, если они несчастливы? Или если вы знаете, что они не будут счастливы? И это будет зависеть, конечно, от определения счастья, но вы держите его в голове, это хороший вопрос. Видите, вы мыслите, как Аристотель, это же прекрасно. У врачевания – это здоровье, у судостроения – судно, у военно-началия – победа, у экономики – богатствами. Поскольку ряд таких искусств и наук подчиняется одному какому-нибудь умению, подобно тому, как искусство делать уздечки и всё прочее, что относится к конской сбруве, подчинено искусству править лошадьми, а само оно, как и всякое действие в военном деле, подчинено искусству военно-началия, и таким же образом остальные искусства подчинены каким-то другим, поскольку во всех случаях с целью управляющих искусств и наук заслуживают предпочтения перед целями подчинённых. В самом деле ведь последние преследуют ради первых. Да. Иерархия целей и иерархия деятельностей в данном случае естественно автоматически подразумевает, что есть такая деятельность, которая охватывает в себя все остальные, или ради которой все остальные существуют. Кузнечное дело существует ради того, чтобы подковать лошадей, сбруи делать, стремина, сёдла и так далее. Следовательно, кузнечное дело подчинено тому делу, которое имеет отношение к лошадям. Что это за дело? Да, а других вариантов нет. Лошади нужны только для войны. На лошадях не пашут, пашут на волнах. Это военное искусство. Точно так же, как кузнечное искусство занято печатанием или там выстукиванием стремян, подков, сёдел и так далее, и так далее, и так далее. Военное искусство занято победами, грабежами и так далее, и так далее, и так далее. Тогда возникает вопрос, это самоцель победы и грабёж? Или есть искусство, которому военное искусство подчинено? Кто назначает цели для обрывнокомандующих войсками? Глава государства. Правильно. Соответственно, военное искусство подчинено какому-то другому искусству, политическому искусству. Замечательно. Что делает политическое искусство? Как делает военное искусство? Как делает кузнечное искусство? Пока не отвечайте на этот вопрос, а лучше подумайте, есть ли что-то, есть ли какое-то другое искусство, ради которого существует политическое искусство? Точно так же, как кузнечное существует ради войны, военное ради политического. Есть ли какое-то искусство над политическим искусством? Возможно, оно есть, и не могу его определить, но оно точно исходит из этого предложения. Последний, преследует ранее. Да, понятно. Итак, есть ли какое-то искусство, которое под собой имеет политическое искусство? Искусство нельзя, может быть, поддерживать жизнь? Нет, нет, нет. Но речь идёт прямо о конкретных искусствах, о техне. И ответ – нет. Помните, и Аристотель, и Платон очень заинтересованы в поисках суперискусства. Искусство искусств. Потому что они знают, что и существует иерархия, там, где есть разнообразие, там есть иерархия. А там, где есть иерархия, там вы всегда можете обнаружить пик этой иерархии. И если вы хотите делать что-то серьёзное, вы, конечно, должны относиться к пику этой иерархии. И тогда и у Аристотеля, и у Платона, и даже у Ксенофонта возникает одна и та же проблема. Зачем врач занимается врачебным искусством? Какова цель врачебного искусства? Цель врачебного искусства – это здоровье. Но врач не занимается врачебным искусством ради здоровья, он занимается им ради денег. Тогда получается, что у нас есть как минимум один участник этого забега, конкурент – это экономика. Экономика претендует на то, чтобы быть искусством искусства. То есть, грубо говоря, если вы марксист, вы мне смело можете сказать, что политическое искусство подчинено экономическому искусству. Вот и всё. Потому что экономика – это базис, а политика – это настройка. Байс меняется, соответственно, меняется настройка. Всё. Второй ответ, который Ростутиль даёт здесь и сохраняет в политике, – это политика. Нет более высокого искусства, чем политического. И, соответственно, и врачебное искусство, и искусство военачальника, и искусство корабельщика, и экономическое искусство – они все подчинены и существуют ради политического искусства. И у нас есть третий ответ. Искусство искусств – это, конечно же, что? Философия. Философия, конечно. Потому что ни одно другое искусство не может существовать без знания. Но знанию, поиску знания заглавной буквы, посвящена именно философия. То есть, чтобы врач знал, что ему делать, он должен что-то знать. Но, снова, есть разнообразие знания. Есть знания о животных, есть знания о людях, есть знания о звездах. Если существует разнообразие, значит, существует что? Должна быть иерархия. Здесь как раз большая рауза. Нет, смотрите, значит, должна быть иерархия знания. И значит, когда мы обнаружим вершину этой иерархии, это и будет искусство, управляющее всеми остальными искусствами. Знания о знании. И древние утверждают, что это философия. Вы смущенно выглядите. Ну, подумайте хорошо. Нет, у меня есть вопросы. Вы сказали, экономика – искусство – искусство. Она претендует, да. Но экономика тоже не действует ради самой себя. Она действует как раз таки. Вот это предложение отражает последние. Люди преследуют ради первых. То есть она действует на благо для людей. Нет, нет, нет. Мы говорим сейчас, там, вы вцепляетесь за эту фразу, но эта ведь фраза говорит «последние искусства ради первых искусств». Иными словами, иерархия искусств. Смотрите, врачебное искусство подчинено экономике, если врач занимается им ради денег? Подчинено. Хорошо. А экономика чему-нибудь подчинена? Вот, я же говорю, да. Чему? То есть она служит на… Нет, служит на благо людей – это не искусство. Благо людей – это не… Есть ли какое-то более высокое искусство? Политика, нет? Ну, вы же понимаете, что она независима? Она не просто ради самой себя? Нет, это очевидно, да, конечно. У всякого искусства есть цель. Но сейчас мы не говорим об иерархии целей, а говорим об иерархии искусства. Да, но я просто… Мы не можем выразить свою жизнь на это искусство. Нет, 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 ни в коем случае. У нас есть чёткий набор искусств, чёткий набор знаний. Хорошо, что дальше идёт после экономики? Ничего. С точки зрения экономики – ничего. Именно поэтому она претендует на то, чтобы быть искусством искусства. Зачем главнокомандующий занимается военным делом? Чтобы вернуться домой с богатой добычей. Он не главнокомандующий, он экономист. А зачем ему возвращаться домой? С богатой добычей? Потому что она в головной добычей. Нет, да что бы там ни было, это цель, а не искусство, которое достигает эту цель. Сейчас мы говорим не о целях. А вы абсолютно правы. Вот экономики, красные пьеды, вот это вот средство. Всякое искусство является средством. Всякое искусство вообще. Но так как их много, мы предполагаем, что существует иерархия искусств. Давайте представим себе, что мы все экономисты, что мы на самом деле все хотим деньги зарабатывать. Вопрос. Вот вы продавщицей в пятерочке пойдете работать? Или пойдете менеджером в Сбербанк? Или пойдете, скажем, менеджером в Газпром? Или пойдете менеджером в администрацию президента? В Газпром. Какой бы ответ ни был, это автоматически предполагает, что вы составили иерархию искусств. Да нет, я составила... Цель одна и та же, цель одинаковая. Но вы составили иерархию искусств. Я составила иерархию, где больше денег будет в конце. Очевидно. Почему? А почему мне нужно больше денег? Нет, мы сейчас об этом не говорим. Еще разочек. Искусство отдельно, цели этих искусств отдельно. Иерархия целей подразумевает также иерархию искусств. У всех искусств может быть одна и та же цель. Она такой и есть. Мы ее все можем назвать, условно говоря. Но историк говорит, что на самом деле у каждого искусства цели разные. Цель военноначалия – победа. Цель врача – здоровье. Цель корабельщика – корабль. Не там, не там, не там, не там нет ваших голодных детей. Экономика говорит, что они есть. Поэтому цель врача – это деньги. Цель корабельщика – это деньги. Цель стратегии – это деньги. Так вот, экономика такое предполагает. У нее такие претензии. У политики совершенно другие претензии. Политика говорит, что врачебное искусство нужно для того, чтобы люди были здоровы. Военная для того, чтобы они были защищены. Корабельная для того, чтобы им было куда плавать или там как зарабатывать деньги морской торговлей. Сельское хозяйство нужно для того, чтобы было что есть и так далее, и так далее, и так далее. А я, политика, нужна для того, чтобы всеми этими искусствами управлять. Какой вам пример привести? Государство каждый год выделяет госзаказ на производство определенного количества профессионалов. Политологов, экономистов, юристов, врачей, я не знаю, там, корабельщиков, плотников, и так далее, столяров, и так далее, и так далее, и так далее. Это подразумевает, что политика управляет всеми остальными искусствами, что все остальные искусства ей подчинены. То есть мы только с точки зрения политики можем решить, какое искусство, в каком объеме и когда нам применять. И, наконец, у нас есть философия, которая говорит, не-не-не-не-не-не-не-не, ничего подобного, никакая политика ничего решить не может. Только философия является искусством искусств по одной простой причине, потому что она знает, как эти искусства, например, строятся в иерархию. И, наверное, если вы позовете сюда плотника и врача, и скажете, чья деятельность более важная, они никогда не договорятся, потому что плотник выбрал плотничество, а врач выбрал врачебное искусство, врачебное искусство. То есть они зажали себя в своих узких сферах, из которых они не видят выхода и не знают выхода. А философия видит их все. И таким образом... Он тоже с ними любит этот консенсус. Он скажет, что философия, он еще всех. Конечно, конечно. Здесь мы возвращаемся к классическому продукту. Но все классические политические философы, философы, было бы странно, если бы они говорили, что вы еще искусство, это какое-то другое. Но в чем они не ошибаются? Так это в представлении о том, что только три соперника в этой гонке. Никакое другое искусство, кроме экономики, политики и философии, не претендует на то, чтобы быть искусством искусства. Вот вопрос, почему тогда каждый человек не стремится заниматься искусством искусства? Очевидно. Если вы спрашиваете Платона, то Платон вам ответит, потому что каждая душа приготовлена только к одному делу и не ко всякому. Если вы спросите Аристотеля, я боюсь, что он ответит ровно то же самое. Не всякий способен на это. Мы снова возвращаемся к простому представлению. Если там, где есть разнообразие, там есть иерархия. Видите, я все время сейчас это буду повторять. Есть ли у нас разнообразие людей? Да. Значит, у нас есть иерархия людей. И точно так же, как у нас есть иерархия искусств, мы имеем иерархию людей. Внизу это крестьяне, которые всех кормят, которых нужно много, у которых много труда. Затем это ремесленники, затем врачи, затем солдаты и так далее, и так далее, и так далее. Это не очень либерально. Это вообще не либерально, но ни один классический политический философ, ни либерал, ни демократ. При этом безразлично, сами ли деятельности, цели поступков или цели, это нечто иное, от них отдельное, как в случае с названными высшими... Науками, конечно. Иерархия существует и для искусств без цели, вне искусства, и с целью внутри искусства. Это мы уже поняли. Но Аристотель говорит, при этом безразлично, сами ли деятельности, цели поступков или нечто иное, это все нас не интересует. На самом деле, еще как интересует. Если вы откроете восьмую книгу политики, 13.37.b. 5.20, вы увидите, что там, где Аристотель обсуждает идеальное государство, он говорит буквально о следующем, а именно, то есть такие знания или такие науки, или такие деятельности, которые вообще не предназначены для свободно рожденного человека. И вы думаете себе, ну, конечно, там убирать сортиры или подметать улицы, такой свободно рожденный хороший человек делать не должен. Я напоминаю вам, я говорю, хороший человек, у него все время должно служить Калос Кагатус, потому что Калокагатия это и есть цель хорошего государства. Так вот, Аристотель говорит не это. В восьмой книге политики Аристотель говорит, что Калос Кагатус хороший человек, к созданию которого должно государство стремиться, не должен заниматься серьезным исследованием наук. Не должен быть ученым. Потому что для того, чтобы быть хорошим человеком, быть хорошим ученым, не надо, И это только ведет, подробное исследование ведет только к крючкотворству и проблемам. То есть Аристотель заранее говорит, что выстроенная нами иерархия наук или искусств на самом деле для целей, преследуемых в этой книге и в политике, должна быть ограничена и обрезана. Понимаете, да? Именно поэтому здесь и сейчас он может заявить, что высшее искусство – это политика. Точно так же, как он может заявить это в политике. Не потому, что он обманывает нас, а потому, что он обрезает весь спектр, как абсолютно ненужный для целей, которые преследуются в этой книге. И таким образом, на самом деле, хотя он говорит, что это не важно, это еще ой как важно. То есть, чтобы быть хорошим, не нужно заниматься какой-то серьезной жизненной деятельностью, и следовательно, наверное, не нужно быть счастливым. Для хорошего человека вот счастье, вот здесь вот счастье. Его нет дальше. Для того, чтобы сделать государство, у нас не может быть государства философов. Такого никогда не было и никогда не будет. Для того, чтобы сделать хорошее государство, нам нужно государство хороших людей. Философы и хорошие люди – это разные категории. Но они же очень счастливы. Насколько это возможно? То есть, получается, у нас есть еще счастье, его… Счастье в кавычках. Счастье, давайте мы назовем его счастьем в кавычках. То есть, мы должны ориентироваться на достижимое, иначе мы никак не сможем взаимодействовать с политикой. Если мы будем ставить слишком высокие стандарты для нормальных людей, для хороших людей, тогда у нас нет выхода, кроме как сказать, что нет хороших людей, кроме Аристотеля. Но в таком случае никакая политика, никакая совместная жизнь, ничего невозможно. Поэтому мы говорим, иерархия целей имеет конечную цель, но она скрыта за облаками. Когда мы смотрим на Эверест, мы не видим пика Эвереста, мы видим только облака. Но этого, говорит Аристотель, более чем достаточно для того, чтобы создать хорошее государство. Давайте мы не будем обсуждать пик, а будем обсуждать то, что мы можем увидеть, то, чего мы можем достичь. Это с самого начала ставит планку для Аристотеля. Аристотель не говорит об идеалах, в отличие от Платона, во всех смыслах этого слова. Аристотель – очень приземленный философ, очень приземленный мыслитель. Он всегда будет мыслить приземленными терминами о приземленном. Но не потому, что он не понимает, что за облаками вершина, а потому, что он понимает, что там есть самое место. То есть он гораздо более трезвый, чем, скажем, будущие социалисты-утописты или коммунисты-утописты, которые требуют невозможного. Слишком много я сказал, да? Да, это очень сложная ситуация, получается, что с этим. Потому что у нас, получается, государство, которое говорит, вот вам все в несчастье, существуйте. И мы получаем, что у нас есть философ, который, на самом деле, не нужен государству. И он должен быть счастливым. Зачем нам вообще государство? Слышим человеку вообще как человеку государство? Это хороший вопрос. Он подробно обсуждается, с моей точки зрения, в первой книге «Политики». Но если очень-очень коротко и забегая прям вообще в никуда. Чтобы философ мог заниматься философией, ему нужен досуг. Начнем с этой предпосылки. Философ не может существовать вне общества. Он не аскет и не отшельник. Он не ушел в сруб, в избушку, значит, там что-то жить. Так не получится. Да, потому что тогда не будет время для досуга. То есть у нас нет блага на всех. У нас есть блага только для философа. Да, нет, смотрите. Вы же не блага проявляетесь? Ну, это очевидно. Смотрите, как только мы говорим о разнообразии блага, мы возвращаемся куда? В иерархию. Философ не может жить в ситуации неразвитого общества по понятным причинам. В неразвитом обществе, во-первых, мало средств. И значит, ну, банально тяжело жить. Вы в России живете, вы понимаете, о чем я. А во-вторых, к нему все время могут быть какие-то претензии. Не в смысле государство придет и скажет ой-ой, да? Хотя придет и скажет. А в смысле он по улице идет, а по улице даже нормально нельзя идти, потому что по улицам бегают непонятные там ребята с ножами, с пистолетом и с чем угодно. Поэтому, говорит Аристотель в первой книге политики, мы крайне заинтересованы в существовании цивилизации. Потому что цивилизация – это, с одной стороны, правопорядок, а с другой стороны – богатство. Именно поэтому философ, несмотря на то, что он как бы должен жить вне общества и как бы должен ничего не делать, он может делать это только при условии развитого, продвинутого общества. Но для того, чтобы оно было развитым и продвинутым, нужно его описать. Давайте я сформулирую немного по-другому. Великая загадка Аристотеля, которая, мне кажется, теперь более-менее понятна, если не разгадана, и заключается в следующем. Аристотель – учитель Александра Македонского. При жизни Аристотеля Македонский захватывает полмира. Аристотель в политике описывает… Политика – это одна из последних книг. Он описывает «Идеальное государство». Как оно выглядит? Как маленький полис. Ты воспитал человека, который полмира захватил, а пишешь, что «Идеальное государство» – это полис, с верхней точки которого можно увидеть всю стену? Ответ Аристотеля очень простой, на мой взгляд. Царство и империя, которую создает Александр – это варварство. А цивилизация – это только полис. И философ может жить только в цивилизации, не бывает вазварских философов. И вот вам ответ. Это ответ на вопрос о том, почему в Индии нет философии. Мы были в полочке, что такое есть. Я не проеду, я… Философ, если что, без государства? Да, безусловно. Это иначе может быть. Зачем Аристотель берёт учеников? Уберёт их для того, чтобы потенциально, раз он сам философ, чему он может их получить? Философия. Значит, по идее, он вроде как собирает вокруг себя людей. Я не хочу, чтобы он подходит ко всем и говорит, «Эй, я с нашим философии не пойдёт». Но он собирает вокруг себя людей, которые такие же турьянцы, как он, были называны Ижесарием Ибрами, и которые не участвуют в жизни общества, тем не менее получают все блага от этой самой жизни в обществе. Зачем философу собирать вокруг себя учеников? Ведь он занимает таким образом ресурс самого себя. Чем больше киньятся, тем меньше ему достанется, потому что тем меньше он производит. Чем более развитым и цивилизованным является общество, тем больше в нём благ. То есть не может быть… Философ никогда не съест всё государство, это невозможно. Хотя бы потому, что он банально обладает умеренностью, в частности, да? Но вопрос хороший. Давайте разделим его на две части и переформулируем. Первая часть переформулированная будет звучать так. Зачем эта книга? Но вы ведь знаете целевую аудиторию этой книги? Она не состоит из философов. Иными словами, по крайней мере, часть философии Аристотеля, если не часть философии вообще, или политическая часть политической философии, а другой философии, кроме политической, не существует, заключается в том, чтобы сподвигнуть общество, стать таким, каким оно будет удобным. И мы имеем на руках вот это. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Зачем философ ищет таких же философов, как он? И здесь ответов может быть несколько, но давайте попробуем с самым простым. Философов никогда не бывает много, никогда не было много и никогда не будет много. Это очевидно всем. Взгляните на историю философии. По-хорошему, в ней 3-4 имени за 2000 лет. Все остальное – это историки философии, это ученые-философы, это преподаватели, это аналитики, да, анализаторы, аналитики. Давайте остановимся на этом. Абсолютно не вне философа. И именно здесь мы возвращаемся к книге. Книга служит также и тем, чтобы найти такого же философа спустя огромное количество лет, потому что шанс, что у Аристотеля будет, как у Сократа, свой Платон, он нулевой. Он реально нулевой, потому что ни один из учеников Аристотеля, как и ни один из учеников Платона, кроме Аристотеля, да? Это короткий ответ. Философ, как паразит, как тунеянец, как вы выражаетесь, не представляет никакой угрозы для общества. Он представляет угрозу по другим причинам, наверное, но не по этой точно. А как он блокирует для всех последствий? Нет, она же блокирована не потому, что он так хочет, а потому... Друг не выжил. Нет, нет, нет. Подожди. А потому что большинству никогда не стать философом. И не то, что большинству, а 99, 9, 9, 9, 9, 9, 9. То есть натурально четыре имени можно назвать, и все, больше не будет. Зачем продолжать свою философию? Потому что надо думать в долг каждого философа. Как долг в кавычках, да? Как желание человека просто продлить самого себя, как желание патриота или гражданина продлить свою родину, как желание хорошего мастера продлить свое искусство, так желание хорошего философа продлить свою философию. Сделать историю философии. Нет, конечно, как... Не, 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 не. Во-первых, историки философии не делаются философами. Историки философии делаются университетами. Если вы хотите продлить свою философию, все, что она остается делать, вы делаете историю философии. Конечно, это правда. И в этом-то и вся и красота. Иными словами, философ не создает идеологии, которая бы, как тоталитарное какое-нибудь учение, подчиняла бы всех остальных. Конечно, философия, как поиск истины, предполагает, что Аристотель может быть и должен быть отвергнут далее. Определенно, да. Философ же избавлен от иллюзии и бессмертия. Конечно. Тогда почему вы говорите, философ должен продлить себя? Ну, должен, я выражаюсь, должен. Но так как я не философ, я не могу ответить на этот вопрос серьезно и до конца. Я предполагаю такой ответ, что он желает продлить философию дальше. Ну, потому что он любит то, чем занимается. Это логично. Мне кажется, всякий, кто любит то, чем он занимается, желает, чтобы это его пережило. Ну, он очень эгоистичный, и в итоге... Нет, а вот не надо сюда Платона приплетать. Тут нет Платона, да. Хорошо, у меня есть еще один вопрос. Можно ли считать, что для того, чтобы выбрать знание, какую же цель, нужно уже обладать некоторым знанием? В общем, знание во знании, потому что вы должны знать, что знание – это высшая цель. Давайте я приведу пример, который мне очень нравится. Он не мой, но так как мне он очень нравится, я считаю, что он очень хороший. Когда социолог отправляет своего лаборанта сделать социологический опрос среди домохозяек, может ли лаборант вернуться к нему и спросить, кто такие домохозяйки? И мы с вами, может ли наука социологии ответить на вопрос, кто такие домохозяйки? Ну, 100% может. Да? И может добавить там, домохозяйками мы, например, смотрите, всякая... Давайте, видите, по-английски это звучало бы лучше, но давайте по-русски. Всякая самка, имеющая дом и мужа – это домохозяйка. И тогда лаборант мог бы спросить, а вот у собаки тоже же есть мутка и кобель. Она что, домохозяйка? И социолог бы ответил, ну ты что, с ума сошел? Нет, вот давай, значит, всякая, кто работает, это домохозяйка или не домохозяйка? А дети есть или детей нет? Вот если детей нет, если она только что вышла замуж, она же не домохозяйка. Ну, никто бы не стал называть девушку вышла чуть замуж только что домохозяйки, даже если она не работает. Как-то это неправильно звучит. Ну, мне так кажется, да? Вот, хорошо. А давайте перевернем. А бабушки, которые пенсионерки, они домохозяйки или нет? А почему? Делать то же самое, что и жена. И вот социолог бы смог лаборанту ответить на этот вопрос. Но если бы лаборант пришел с вопросом, а кто такие люди, социолог бы развел руками. Иными словами, социология предполагает какое-то донаучное знание, которое у всех есть. Социолог не может объяснить вам, кто такой человек. Но он предполагает, что если он посылает вас, опрашивает людей, то вы-то точно разбираетесь, кто такие люди. И здесь ровно то же самое. Классическая политическая философия, античная философия, это не современная философия, не наука. Иными словами, она предполагает и основывается на неком донаучном знании, которое не может быть выведено научным путем. И, соответственно, знание о знании, можем сказать мы, или знание о том, что знание является высшей ценностью, в кавычках, вполне может быть донаучным знанием, безосновательным знанием. Точно так же, как знание о том, кто из тех, кого встречаетесь, человек, а кто собака. Почему у нас знание о человеке это донаучное знание? Это абсолютно донаучное знание, потому что в школе вам никто не объяснял, кто такой человек. Однако учил вас точно человек. Рядом сидели точно люди, и вы это знали. Ну, грубо говоря, если бы на первом вашем занятии 1 сентября на парте справа от вас сидела собака, вы бы точно удивились. То есть вы бы не посмотрели так, какой странный человек. Вы бы точно смогли, и это при том, что вам было там семь, шесть, пять, сколько угодно лет. Это абсолютно донаучное знание. И наука тут абсолютно не нужна. Ни один человек, находящийся в здравом уме, не больной, всегда сможет отличить. Ну, когда в принципе нет не отчеловения, когда любом виде живого существа, любой вид живого существа не удивляются друг другу. Да? Правда? То есть две собаки не удивляются друг другу? Да, но если всякие действия в смысле собаки, собака на вас посмотрит, согласитесь? А на другую собаку не посмотрят? Ну, может быть. Нет, что там собаки, узнают ли собаки друг друга, это другой вопрос. Вот вообще. Но если вы правы, то тогда это тоже донаучное знание. Насколько можно вообще говорить о формах знания у животных? Лучше не говорить, лучше туда не ходить, потому что сейчас мы до дельфинов дойдем, и все, все погибли. Знаете почему? Потому что собака не спрашивает у себя, что такое собака, а человек задает вопрос, что такое человек, и чем я отличаюсь от их? Это понятно, но потому что собака просто да, животная, а мы-то люди. Но другое дело, что вы, конечно, во-первых, не всякий человек задается этим вопросом, а только определенный тип людей, а во-вторых, на этот вопрос у всех есть ответ до того, как он забыл. То есть получается, что у нас есть некоторые приодноучные знания, которые нам обеспечивают в принципе то искусство, мне больше нравится, хотя в самом вопросе, которое на него растает. Правильно ли получается, что у людей есть предзнание обыгравшего благ, соответственно, с которым они выбирают для себя чем-либо за вас? О, у людей есть предзнание. Вот уж мы возвращаемся обратно. Узнание, которое не было получено. Я понял. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Может быть, я не помню, говорит ли об этом Аристотель, но, например, Цессерон уже говорит, или Педал уже говорит. Если вы ткнете ребенка иголкой, он от вас будет отшарахиваться. Это ведь четкое представление о благе. Если вы его поманите конфеткой, там, сладким, он ведь пойдет. Если не с первого раза, то когда распробует, пойдет. Это ведь четкое представление о благе. Но это же любовь, средний план. Если мы говорим в современных терминах, которыми, повторюсь, Аристотель об этом не говорит вообще, то мы смело можем сказать, что сладкое мы любим не потому, что оно сладкое, а потому, что в нем дико много калорий, поэтому сладкое это то, к чему мы стремимся, потому что оно автоматически обеспечивает наше выживание. Сейчас в ситуации полного, значит, полного сладкое это проблема. Потому что его слишком много. Но позыв о том, что сладкое это благо, он 100% рабочий. То есть мы изменили среду, и поэтому этот позыв стал проблемным. Но изначально позыв чисто был понятный благ. Вы сейчас говорите про пневмонию фары своей краткой истории человечества. Почему мы перейдем? Потому что тогда им нечего было есть, сейчас мы институт. Ну, может быть. Я уже не помню, кого я читал и какие передачи я смотрел. Но мы возвращаемся к Аристотелю. Аристотель об этом не говорит. Мы вернемся к примеру, который Аристотельянский. Вернемся к врачу и плотнику, которые вместе стоят. И плотник доказывает, что его искусство высшее, а врач что его искусство высшее. У них нет никакого предустановленного. Или мы можем сказать, например, что плотник с самого детства был склонен к плотничеству, а врач с самого детства склонялся к врачеванию. Ну, как-то они же выбрали эти профессии. И когда они их выбирали, они же оперировали представлением о некой благе. Но тут мы возвращаемся к Аристотелю и к началу первой книги политики предполагаемому благе. Об этом речь. То есть, мы предполагаем благо в знании. Предположение и знание это противоречие. Это противоположности. То есть, мы выбираем всякое благо до философского знания, как предполагаемое благо. Включая философию. А потом такие, ой, надо же, а это все равно плодные. А это полософия, это не плод, что приходит плотник врач. Нет, мы возвращаемся обратно, все бы это втроем стояли бы и говорили, что их выбор самый лучший. Это правда. Но только философия может обозреть все выборы. Врач не может обозреть всех выборов, и плотник не может обозреть всех выборов. И в этом смысле философ в этом споре хотя бы, как минимум, стоит над ними. И потому, как правило, не участвует в них. Хорошо, да. То есть философ может определить, что выше, врач или плотник? Да. Так как ему видна вся иерархия целей. Ну, то есть это будет чем-то абсолютным, универсальным. То есть он видит всю гору до конца? Да. И, конечно, универсальным, естественно. Иерархия, универсальная иерархия. Не может быть у нас две разных иерархии с вами. Отличный вопрос. В чём в городе нам важнее врач или плотник? Чьё искусство ценнее? Смотрите, так это же философский вопрос. Плотник никогда не... Смотрите. У меня философский вопрос, а на третье, если он говорит об универсальным вещам, он говорит, например, универсально, врачи получают плотники, всё, железобетонные. Окей, у нас нет ни одного заболевшего, но нам позавес нужно построить, я не знаю, амбар, все что угодно. Ну, понятно, да, 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 да. У нас человек был. Да на пофиг он эти амбары, нам людей надо спасать. Но как он плотник, нам не попой, можно пить. Нет, подождите, если врач выше плотника, тогда чёмной город? Нет, 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 понятно, а вы неправильную врач так строите, и говорите, так намного проще. Нет, подождите правильную врач, врач явно выше плотника. Значит, если нам амбары невозможно строить, хотя... Давайте мы скажем корабли. Сколько врачей нам нужно, чтобы у вас строить корабли? Да, 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 да. Давайте мы скажем корабли. Давайте самолёты. Нет, оставься на плотнике, потому что сейчас мы придём куда-нибудь. Хорошо. Вам нужно, вот поздравить, я скажу, что корабли у нас нет вам больного. Я... Это прекрасный пример. Но тут есть миллион вопросов. Во-первых, не может быть так, чтобы не было ни одного больного. В принципе. Даже в семье из четырёх человек один обязательно больной. Не может... В городе, так в государстве так не может быть. Мы можем сказать, что врач и плотник в иерархии искусств зависят от ситуации. О чём вы и говорите. Вопрос, кто определяет эту зависимость? И ваш ответ, самый простой ответ. Так как врач спасает жизни, а плотник связан с войной, он строит военные корабли, да, не гробы, потому что плевать, и не амбары, потому что не сильно, а военные корабли. Кто-то должен прикинуть и сказать, если мы сейчас всех своих врачей переквалифицируем в плотников, сколько погибнет людей от болезней. А если мы всех плотников переквалифицируем во врачей, сколько погибнет от проигранной войны? Как называется эта штука, которая... Мафемата, знания, математика, конечно. Но дальше следующий вопрос. Мы же строим иерархию, правильно? Поэтому вопрос, а кто решает, вот мы переквалифицируем плотников во врачей, а врачей во плотников. Кто решает? Кто определяет, к чему больше располагает ситуация? Да, да, да. Нет, нет, нет. Что это будет делать человек? Нет, нет, что за искусство? Это же не человек, это искусство. Какое искусство? Вот вам иерархия, пожалуйста. Ну, я допускаю. Может ли, смотрите, может ли быть такая ситуация, при которой политическое искусство не будет выше? Вот как в вашем примере с плотником и врачом. Легко. Плотником врачом, подучи в единиц, не там. Нет, нет, не мы. Когда мы... Нуждаются политикой? Нуждаются? Нет. Потому что, когда наступает только что описанный вами пример, врач говорит, а ты переквалифицируйся, пожалуйста, во врача, потому что плотнинское искусство нам не нужно сейчас. А плотник говорит, с чего бы? Иными словами, наступает голод, и к вам в поместье приходят крестьяне, говорят, вы, пожалуйста, этот амбар откройте с хлебушком? А вы говорите, с чего бы? Вот кто решает, когда этот амбар с хлебушком надо открыть? И это политик. В ситуации, где не два человека, а много людей, а ситуация общественной жизни это только такая, где много людей, никак эти конфликты не разрешаются, кроме как с путем иерархии с высшим искусством. Если бы это была экономика, это произошло бы точно так же. Вы бы сказали, да, конечно, вот мой сидит бухгалтер, он говорит, что я открою амбар по цене, там, 10 золотых за под хлеб. Вы сказали, политика определяет эту миральность. Ну, она претендует, да, конечно. Почему он отталкивается? Наташа привела пример в городе Чума. Да. Он отталкивается от ситуации. Нет, конечно, он отталкивается, но снова, так плотник тоже отталкивается от ситуации. И экономист отталкивается. Это очень, что философ знает наверняка о том, что с ней с ней вне... А, вас абсолют зацепил, да? Давайте я попытаюсь справиться, чтобы решить эту проблему с абсолютом. Анистотель – это приниженный философ. Приниженный во всех смыслах, да? В амбидном тот же. И в этом смысле он-то всегда будет говорить. Вот я, конечно, мы, конечно, говорим о принципах, но всегда в зависимости от ситуации. То есть, философ действительно может строить иерархию, потому что ему она видна вся от начала до конца, но всегда в зависимости от ситуации. То есть, он реально применяет Софию, хотя мы не знаем, что такое. Давайте скажем фронесис. И фронесис как раз отвечает за вот это. Вот в данной конкретной ситуации что хорошо, а что плохо? Что чрезмерность, а что недостаток? То есть, философ не универсальный. Где середину? Вопрос в поисках середины универсальный вопрос, разве нет? Нет, добродетель всегда середина. Универсальное же заявление. Ничего подохнуло, кстати, там будет местный кроме на холизотах, когда ты не будешь середина. Нет, нет, там всегда будет середина. Иногда это будет сложнее, достижимая середина. То есть, вам надо будет сделать не просто там плюс и минус и ноль, да, а будет какой-то странный разворот, но там всегда будет середина. Помните, я про справедливость говорил вам и про что-то еще? Там же право если будет что-то. Нет, с мужеством точно ничего не будет, вообще никаких проблем. Там нет, центральный. Центр, конечно. С одной стороны безумие, с другой стороны трусость. Все. Слишком много мужества и слишком мало мужества. Проблема возникнет... Почнее, чтобы лучше бы его было побольше. Нет, нет, нет. Проблема возникнет в процессе с мовидливостью. Слишком много мовидливости это что? Да? Но именно поэтому арестователь все равно сможет выкрутиться. И сказать, что справедливость это середина. Но только нужно будет давать квалификацию. Давайте дальше. Если же у того, что мы делаем... Заметьте, это если. Оно и в оригинале стоит. То есть Аристотель все время сомнителен, Аристотель все время принижен, Аристотель не опинирует в абсолютах. Если. Если же у того, что мы делаем существует некая цель, желанная нам сама по себе, причем остальные цели желаны ради нее, и не все цели мы избираем ради иной цели, ибо так мы уйдем в бесконечность, а значит наше стремление бессмысленно и тщетно, то ясно, что цель это и есть собственно благо, то есть наивысшее благо. Значит, Аристотель поговорил об иерархии искусств, а теперь говорит об иерархии целей. Точно так же должны существовать высшие цели, иначе наше желание абсолютно бессмысленное. Ну, понятно, да? Но наше желание естественное. Помните, желающая душа это животная душа, а значит они созданы природой, и природа не может делать что-то бессмысленное. Это предпосылка. Соответственно, у нас не бывает бессмысленных целей. Значит, большинство целей служит другим целям, а это значит, что существует высшая цель. Однако, и вот здесь если высших целей может быть несколько, высшая цель может быть не одна. Мы с вами, естественно, отвечаем на это очень простым замечанием. Там есть разнообразие, там есть иерархия. Соответственно, обязательно высшая цель должна быть только одна. Тут вариантов нет. То есть, мы как врачи-плотник можем спорить, какая из высших целей наивысшая. Но философ должен знать ответ на этот вопрос. Аристотель называет финальную цель просто благо. Пока этого достаточно. Разве познание его не имеет огромного влияния на образ жизни? И словно стрелки, видя мишень перед собой, разве не вернее достигнем мы должного? А если так, надо попытаться хотя бы в общих чертах представить себе, что это такое и какое из наук или какому из умений имеет отношение. Смотрите, какая интересная штука. Итак, мы все согласились, что существует высшая цель. И эта высшая цель благо. Вопрос, ну и чего теперь дальше? Ну в смысле, ну и чего, да? Это классическое ну и что? А Аристотель говорит, нет, 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 нет. Познание благо имеет огромный импакт на нашу жизнь. Потому что, когда мы поймем, что такое благо, когда мы ответим на этот вопрос, мы реально будем жить по-другому. Нам придется измениться. Ну банально, потому что вдруг окажется, что благо это не удовольствие, или что выражаясь вашими телами, что счастье это не состояние равновесия души. Не тогда, когда вы ни о чем не думаете, витаете в облаках, бабочки в животе и там героин по венам. А вдруг это что-то другое? И вот все здесь совершают этот образ жизни и образ мыслей вылетит в окно. И вам придется перестраиваться под новый образ жизни в соответствии с подлинным представлением о том, что такое благо. То есть, Аристотель прямым текстом заявляет нам здесь, прямо сейчас, что его рассуждения это не отвлеченные беседы ни о чем. Это не вот посиделки а-ля Сократ, давайте там разберемся, да, а что такое мужество? И это прямо серьезная практическая философия. Давайте я приведу прям очень хороший пример. Сейчас в институте философии создается новое направление госзадания. Оно называется практическая философия. Возглавляет это направление Рубен Грандвич Апрессиан сектор этики. Этика это с самого начала практическая философия. Не политика, что удивительно, но вы понимаете, что этика имеет прямое отношение к политике, но сама по себе этика, потому что она имеет огромное влияние на тот образ жизни, который мы ведем. Это первое замечание. Следующее замечание. Аристотель говорит очень интересную штуку. Когда мы узнаем, что такое цель, да, в чем заключается благо, мы сможем улучшить нашу жизнь, сделать ее лучше, сделать ее ближе к благу, но каким образом, казалось бы, и снова здесь сказывается приниженность Аристотеля, казалось бы, Аристотель должен сказать, когда мы узнаем, что такое цель, причем по-сократовски сказать, мы четко сможем построить к ней путь из точки А в точку Б, прям по заветам условной логики или силогистики, но Аристотель говорит не это, Аристотель говорит, когда мы увидим, что такое цель, когда мы узнаем, что такое благо, мы должны будем метить выше, потому что стрела все равно полетит вниз. Иными словами, Аристотель говорит, что путь к благу не может быть прямым, Аристотель говорит, что он с самого начала включает в это уравнение достижения блага факт дефективности или слабости людей, которые пытаются его достичь. Какой бы высокой цель не было, надо брать выше и требовать от людей больше, потому что все равно они будут поддеградировать, там углы срезать, там взятки брать, там, значит, ничего не делать, отлеживаться за камином или за печкой, лгать, подворовывать, вот это вот все. И поэтому они все равно будут ниже. То есть Аристотель учитывает даже этот момент. Берем выше, получаем цель ниже. Быть может, говорим о себе, вот эти вот все последующие обсуждения добродетелей, это все завышенные цели. Аристотель берет выше, чем нужно. И мы увидим это, когда, например, в обсуждении справедливости Аристотель вдруг начнет говорить не о справедливости, как законности, а об универсальной справедливости, а потом и о естественном праве. Мы начнем не понимать, зачем вообще этот разговор нужен. Но если мы учитываем, что Аристотель просто метит выше, чем собирается попасть, это вполне логичный разговор. То есть в государстве разговор о естественном праве вообще не нужен. В принципе и в политике этого разговора нет, точка. Но здесь есть. Надо, видимо, признать, что оно, высшее благо, относится к ведению важнейшей науки. Снова заметьте, это на видимо кажется, думается, полагается, Аристотель не уверен. То есть науки, которая главным образом управляет. А такой представляется наука о государстве или политика. Итак, аргументация простая. Высшее благо подчинено или является результатом или целью высшей науки. Это очевидно. Высшего искусства. Это искусство оказывается политикой. Почему не философией? Потому что политику управляют. Да, потому что философия ничем не управляет. Однако Аристотель не говорит, что это за благо пока еще. Позднее мы узнаем, что это благо, это счастье. И тогда какой мы должны будем сделать вывод о цели политики. Цель политики это счастье. Нужно метить выше. И цель философа выше, счастье. Нет. Для того, чтобы достичь цели счастья, политики нужно метить выше, чем счастье. Что выше счастье? Выше счастье подлинное счастье. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. То есть нужно немного замешать стандарты, понимая, что в практике эти стандарты занисятся. То есть теория должна все время быть немного выше, иметь люфт, понимая прекрасно, что на практике она все время будет деградировать. Соответственно, когда мы объясним, как добродетель ведет к счастью, что счастье связано с добродетелью, и когда мы будем говорить о практиках добродетеля, мы все время должны будем понимать, что мы немного забираем выше, чем нужно. Иными словами, когда, например, в мужестве Аристотель будет говорить, что мужество – это середина между трусостью и безумием или жестокостью, ну, или фанатизмом, как называйте хотите, мы должны будем понимать, что очевидно, Аристотель предполагает, что в действительности реально мужественные люди не будут ровно посередине. Часть из них будет склоняться ближе к трусости, часть из них будет склоняться ближе к безумию. – Они все равно будут оставаться мужественными? – Нет. Но мы все равно должны будем принимать их такими, потому что мужественные, которые соблюдают четкую середину, не может быть достигнут. То есть мы не можем ввести золотой стандарт голубоглазого белокурового Арица, двухметрового, да, с пропорциями там. И знаете, как в старых конкурсах вырезать его в картоне и вот всех вот так вот туда заводить, а кто поменьше, тому, значит, подтягивать сухожилия, а кто побольше, тому ноги обрубать. Государство не может метить в это. То есть золотой стандарт не может быть золотым. Он должен быть более свободным. И только так мы можем достичь чего-то практического. Платон в этот момент там плюшкой поперхнулся, да, потому что, ну, золотой стандарт может быть только золотым, поэтому он золотой. Других вариантов нет. Но Аристотель приниженный, и Аристотель говорит, нет, 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 нет. Мы должны прекрасно понимать, что практика и теория расходятся. И если мы говорим о практической теории, то есть о практической философии, мы всегда должны принимать в расчет эту проблему. Она ведь устанавливает, какие науки нужны в государстве, и какие науки, и в каком объеме должен изучать каждый. Да, мы возвращаемся одновременно к восьмой книге политики, где Аристотель говорит, естественно, свободный человек не должен изучать всех наук и всех искусств до конца. Он должен изучать некоторые, и по минимуму. Мы можем потом в перерыве открыть политику и посмотреть, какие. Значит, видно, грамматику, например, надо изучать, да? А, кстати, я помню, иначе были, ну, плохо заканчивались. Конечно, конечно. Помните, что идеальное государство Аристотеля это государство средних людей. Там все посредственное. Но за крайше ты тоже об этом говорил? Нет. Да я помню точно, я говорил. Он Ксенофонт за право это говорил. Надо смотреть, где. Но давайте остановимся сейчас на том, что Ксенофонт вообще не Аристотель. Вот не в нем местом. Нет, я помню, что он Ксенофонт вот, да, когда он говорил про Палакану. Давайте я вас остановлю до того, как вы вспомните что-либо и скажу, что очевидно в этой ситуации, в ситуации Ксенофонта нам придется сначала спросить, а с кем Сократ разговаривает? Какая цель в его в этом разговоре? То есть Сократ не Аристотель. Сократ не выдает вам свою мысль. Аристотель, вот, это трактат, не скроешься, да? Это все ты от своего имени написал, это все твоя речь. Хорошо, но мы должны вернуться. Значит, понятное дело, что свободно рожденный хороший гражданин хорошего государства должен знать арифметику, математику и должен, например, знать грамматику. Он должен знать законы. В смысле правовое искусство, например, да? Немножко. Но, например, геометрию он уже знать не должен. Зачем ему такое или абсолютно лишнее знание? Астрономия? Нет. Если он не капитан корабля и не геометр, это профессиональное знание. Но ведь капитан корабля и геометр это не свободно рожденный человек. Ремесленник должен иметь много конкретного знания там про металл и что-нибудь такое. Но ремесленник тоже не свободно рожденный человек и не имеет отношения к свободно рожденным людям. К Кавакагате и уж точно. Можно вопрос? Да. Почему нельзя право поставить тоже к этой триаде экономики, политики, философии? Потому что всем абсолютно понятно, что законы подчинены строю. Но они могут... Они никогда не могут, никогда не могут законы быть превыше строя. Они могут менять строй. Нет. Это строй может менять законы. Но это все делается кем? Власть придержащими. Значит, строй уже так или иначе есть. Аристотель сторонник права и власти закона и все такое, да? Но он умнее, чем простое либеральное заявление о том, что никто не может быть выше закона. Может быть. И не просто может быть, а есть. Ну, просто по идее экономика-то тоже подчиняется законам. Смотрите, экономика это искусство обогащения. Доходность героина 400%. Доходность валенок 5%. Вопрос к вам, как экономисту, что продавать? Вот и все. Ну, просто законы могут... Какие бы они ни были, законы не могут изменить доходность героина? Вот им очень хочется, но не могут. Ну, молодцы, как правило, он больше не столкнет. Да, 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 да. Понятное дело. Вот и все. Но получается, так же экономика и политики не подчиняются. Она претендует на то, чтобы не подчиняться, да. Конечно. У нас соревнования между экономикой, политикой и философией. У всех свои претензии. Эти претензии должны быть... Вот у врачебного искусства нет никаких претензий, да? Плотник не может забежать и сказать, вы знаете, давайте мы будем кораблями, значит, мерить тут все. Врач не может попытаться сказать, что давайте мы все будем мерить здоровьем, давайте все будет подчинено здоровью. Но быть здоровым, это же хорошо. Да, конечно. Но иерархия благ, это иерархия. То есть быть здоровым-то хорошо, но быть счастливым-то лучше. Можно быть счастливым и не здоровым? Алисуэль обсудит это потом, но иерархия никуда не денется. То есть действительно всякий счастливый здоров, но не всякий здоровый счастлив. Всякий счастливый богат, но не всякий богатый счастлив. Всякий счастливый имеет детей и семью. Но не всякий, кто имеет детей и семью, счастлив. Это как-то силонистика one-on-one для вас, да? Всякий, кто счастливый, имеет детей и семью. То есть если я счастлива, потому что я ученый, у меня высшая степень... Не-не-не, мы сейчас говорим о добродетелях моральных, не об интеллектуальных добродетелях. А не может быть такого, что счастливого имени семи и детей? Еще разочек. Мы говорим о моральных добродетелях. Иными словами, целью нашего обсуждения целевой аудиторией и целью целевой аудитории является политика. Политика – это коллектив, это граждане, это город. Не может быть общественной жизни без семьи. Уж по Аристотелю-то точно. Если мы говорим об интеллектуальной добродетели, то там вообще ни про что из этого речь никогда не может идти. Это не имеет отношения к подлому счастью вообще никак. У Платона что, есть дети? А Сократ со своими, значит, носится. У Аристотеля были дети, но как бы Аристотель даже женился по расчету, потому что он был… О, кстати, о любви тоже поговорим. Иерархия предполагает, что есть блага, необходимые для счастья. Но эти блага, они подчиненные отношения к счастью имеют. Мы возвращаемся к тому, что говорили о том, что не должен в идеальном государстве свободно знать всего. И, наверное, давайте двигаться дальше. Я уже сбился. Она ведь устанавливает, какие науки нужны в государстве, и какие науки, и в каком объеме должен изучать каждый. И в этом смысле ничего не изменилось за 2500 лет. До сих пор государство устанавливает в каких объемах, какие науки, и как долго должен учить каждый, кто не является, понятное дело, профессионалом, а получает там общее образование. И в этом смысле политика оказывается наивысшей наукой. Но, опять же, только в тех вопросах, которые мы обсуждаем. Только в контексте. Мы видим, что наиболее почитаемые умения, как то умения военачалии, экономики и красноречия, подчинены этой науке. Да, Аристотель снова приниженный. Чтобы доказать свою правдивость, Аристотель говорит, а давайте мы посмотрим на самые почитаемые искусства и науки. Врач, военачальник, экономист и оратор. Ну так они же все подчинены политику. Они все так или иначе связаны с политикой. Они все так или иначе выполняют приказы политиков. Военачальник 100%. Оратор мечтает стать политиком. Врач подчинен. А уж про экономиста мы вообще не говорим. Вы посмотрите, что творится так. Вы там мечтаете о своем 400-процентном героине, а вам говорят, нет, как так? И значит, говорит Аристотель, этого достаточно, чтобы мы признали, что политика является искусством искусства. А мы с вами что должны сказать? Мы должны сказать гораздо более простую вещь. Во-первых, от чего Аристотель отталкивается, когда обосновывает только что высказанный Телис? Ну от плака. Не-не-не-не-не-не, что политика – это искусство искусства. Конечно же, он отталкивается от общепринятых мнений. Он говорит, смотрите, все думают, что врач – это ниже, чем политик, стратег – это ниже, чем политик, экономист – это ниже, чем политик. А Аристотель отталкивается от общепринятых мнений и доказывает свою точку зрения этими мнениями. И правда, кто бы сказал, что врач выше, чем президент? Кто бы сказал, что генерал выше, чем президент? Кто бы сказал, что олигарх выше, чем президент? Ну у нас такой один олигарх, да, и где он теперь? Мы напрямую отталкиваемся от абсолютно понятных всем истин. Даже не то, что прописных, а просто на уровне здравого смысла. И этого достаточно для нашей цели. Опять, Платон давится булочкой в этот момент. Какие общепринятые истины могут быть истинами? Напротив, все, что общепринято – это ложь. Как мы можем отделить истину от правды? Очень просто. Все, что мнение, все, что принято толпой – это ошибка. А знание – это то, что ей противоположно. А Алистотель говорит – нет. Смотрите-ка, давайте мы наоборот поступим. И в этом смысле, хотя Алистотель – ученик, вообще никакой не ученик и ничего не понял. Полностью все отвергает и заходит вообще с другой стороны. Хорошо, да, ваш вопрос. Да, вопрос по поводу президентов, врачей и так далее. Если врач становится президентом, он от этого ведь не становится, врач он хуже. Как это? Но он же, не знаю, он получил, допустим, медицинское образование. Во-первых, он перестает быть врачом. То есть он… Скажем, американский президент – юрист, он практикует свое искусство? Нет, вообще нет. У него новое искусство, политическое искусство, оно запмило его искусство. И он поэтому перестал быть юристом. Точно так же, как врач… Если есть какое-то призвание, какой-то определенной профессии, как тогда человек может сначала выучиться на врача, а потом стать президентом? Смотрите, если есть какое-либо призвание, если вы платоновскую «одна душа, одна профессия», тогда врач не может стать президентом. А если у вас врач стал президентом, у вас проблемы в государстве. То есть человек родился, и вот он живет, живет, живет и ждет, пока наступит тот возраст, когда он сможет стать президентом. И больше он ничем в этой жизни не занимается. Изучает политическую философию, да. То есть, иными словами, вы сейчас действительно аргументируете Платоновскую точку зрения? И в иерархии искусств постановка политики выше всех остальных искусств тем, что при приходе в политику от любого другого искусства, искусство, из которого мы пришли, забывается. Нет, нет, нет. Смотрите, врач, ставший плотником, тоже забыл свое искусство. Хорошо. Но он может обраничил себе сроки и сроки полноночий. Все. Он уже не может занимать вершинную иерархию. И он занимает другую должность. Он может вообще быть в политике. Да, да, да. Нет, какую бы должность он не занял, он либо уйдет и перестанет быть политиком, либо не перестанет быть. Хорошо. Но те, которые перестают быть политикой, разве это не доказывает, что политика не вершина? Нет, абсолютно нет. Точно так же... Это просто их незнание, что политика не вершина, правильно? Нет, почему? А что это доказывает? Ничего. Нет, если девственные люди выбирают какой-то конкретный человек выбирает для себя политику, как некоторое благо, потому что происходит без того, что каждый из них выбирает для себя благо, человек выбрал политику, ушел в политику, занимался политикой, а потом он перестал этим заниматься. И ушел врач-хвать, условно говоря. Ну, например... Мы не говорим, что он ушел в феносы, мы говорим, что он ушел врача. Окей. Значит ли это, что человек, который занимал вершину Иракии, сознательно выбрал что-то, что более ценно? Менее ценно, менее ценно. Значит, он должен быть более ценно? Нет. Если он пришел в феносы по политике, значит, оно более ценно. Да, смотрите, ваш аргумент должен звучать немножко иначе. Менее ценно, чем политика, да? То есть, иными словами, получается, что вариант 2, либо уходящий из политики политик оказывается способен выбрать меньшую ценность, что очень странно. Да, да. Ну, очевидно, конечно же. То есть, либо он... Не то, что противоположно антистателю, это, конечно, так, но что вообще выглядит странно. Либо политика не является высшим искусством. Раз политик попробовал политику и такой говорит, не-не-не-не, на самом деле... Здесь у нас есть две парадигмы. Первое. Из политики не уходят. Никогда. Бросьте себе эти либеральные выдумки. Ни один политик никогда не становится обратным врачом или обратный юрист. Никогда. Ни Перикол, ни Фемистокол, ни уж тем более Персидский царь. Никогда. Либералы мечтают об этом. Вышел из кухарки и поуправлял государством и снова кухарка. Вот смотрите, какое равенство у людей полнейшее, что можно, значит, быть во главе государства, а потом снова стать никем. Вторая парадигма. Цель политики это всеобщее счастье. Если человек уходит из политики, чтобы быть врачом, к какому счастью он стремится? К частному. Да, но частное счастье, очевидно, меньше, чем общее. Хуже, чем общее. Ниже, чем общее. Тут вариантов нет вообще никаких. И тут мы возвращаемся обратно к Аристотелю, к самому началу. Люди действуют, исходя из предполагаемого блага. Иными словами, политик не обладает знанием, точно так же, как и врач. Знанием вне его юрисдикции. Только философ это может. Соответственно, политик может в какой-то момент зачароваться в политике. Для него политика вела к предполагаемому благу и врачебание ведет к предполагаемому благу. Он не знает, что политика вела к настоящему благу. То есть, когда он стал политиком, он пальцем в небо попал бы. Опять, Платон булочкой поперхнулся в очередной раз, потому что Сократ Критону доказывает, что это нереально попасть пальцем в небо. Потому что если бы реально, то катастрофа. А Аристотель говорит, сколько угодно. Попал пальцем в небо, а потом палец куда-то отвело дальше в стоп. Это вообще не аргумент против политики. Именно благодаря тому, что каждый раз благо предполагаемое. Другое дело, заслуживает ли осуждение политик, который превратился во врача. Мы говорим о нравственных добродетелях. Мы все время будем говорить об осуждении и превознесении. Заслуживает ли осуждение, давайте подумаем вместе, заслуживает ли осуждение политик, который поуправлял государством, а потом сказал, нет, ребята, мне там нравится на своей яхте кататься. Ну, в той противник, который мысли перестать, туда заслуживает. А в той противник, в которой мы, нет. Ну, просто если он, ну, политик больше не может занимать эту должность, потому что вот срок, допустим, истек. Мы про сроки не говорим сейчас. По собственному желанию, если он хочет? Да, да, да. Хорошо. Но если мы принимаем, что ли? Не, не, не. Не политик, условно говоря, там есть десяток политиков, не нужно там, 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 Но только по... Я понимаю, но ведь это все равно решает политика. То есть политика решает, что нам не нужно столько политиков, поэтому давайте на одного сделаем меньше. Львово, мы сейчас говорим об осуждении. Да, 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 да. Итак... Осуждаем ли вы политика? Он, например, пошел в школу в городе? Да, да, да. Мы его осуждаем? Это вопрос был мой. Нет, вы не осуждаете. Значит, вы тоже не осуждаете. В двух партибах. Если бы мы пополним себя чувствовать, это да, осуждаем. Потому что он отошел от высшего бара и переходит на какой-то другой уровень. Хорошо. А вы осуждаете? Осуждаю. Ну, я как бы тоже считаю, что, по сути, этот политик, политиков меньше, чем врачей. И быть политиком, это тоже какое-то свое призвание. Да, да, да. То есть предполагается, что если вы спустились ниже по иерархии, вы заслуживаете... Да, что? Ну, только если он стал не волос. Ну, да, понятно, да. Нет, нет, нет. Давайте удержим в голове этот вопрос про философа. А сейчас вернемся к примеру с врачом. И ответ-то будет простой. А что, если он был некомпетентным политиком? Плохим политиком? Тогда ведь он заслуживает превознесения за то, что он добровольно снял с себя полномочия, сказал, ребята, у меня не получилось, я пойду клепки забивать, буду плотником. Ну, это было бы говорить не страшно. Так я к этому и клоню. Да. Вот, хотелось задать вопрос, распускает ли политика как бы в себя, как, не знаю, в науку, как в искусство управления людей, которые не могут этого сделать? Ну, очевидно, конечно. Как в любом искусстве есть хороший врач, а есть плохой врач. То есть, по сути, в политику может попасть абсолютно любой человек? Нет, конечно, нет. Не с точки зрения Аристотеля. Раб в политику не попадет. В тираническом государстве человек демократического склада в политику не попадет, только если он совершит государственный переворот. В олигархическом государстве человек тиранического склада в политику не попадет, только если он совершит государственный перевод. А тот, кто совершает государственную эпидемию, он хороший политик? Тоже хороший вопрос. Но сейчас вернёмся. Только в идеальном государстве хороший человек и есть хороший политик. Потому что гражданин это человек, участвующий в политике. Но вернёмся обратно. К чему был этот ужасный вопрос? К тому, что Аристотель всё время принижен. Он всё время в нюансах. Нельзя ответить чётко. Политик, спускающийся вниз, заслуживает осуждения или нет, если мы не знаем обстоятельств. Если это реально полностью провалившийся человек, который говорит, нет, я вот вышел из слесарей, вот там я мог что-то сделать. А здесь ничего не могу. Он заслуживает превознесения. Он заслуживает похвалы. Если же это реальный профессионал, который отлично знает своё дело, и он уходит, то он заслуживает полицания. Он бросил общее счастье ради личного счастья. Если это политик, который говорит, вы знаете, почему столько политиков не нужно? Мы снова должны задать им вопрос. Хорошо, вот столько не нужно. Сколько есть и сколько хороших. Ты из хороших? Если нет, уходи. Если да, извини, ты должен остаться. Давай мы. Вы просто надо спрашивать, а достаточно ли ты хороших, чтобы там быть? Нет. Это, естественно, понятное дело. Конечно, мы должны спрашивать при любых раскладах, хорошим или нет. Но иногда у нас нет выбора. То есть иногда мы можем отпустить хорошего политика. Нет, нет, нет. Если все политики хорошие, она не хватает. Мы всегда можем отпустить хорошего политика врачевать. Вопрос, является ли это действие заслуживающим похвалы моральным или аморальным, заслуживающим полицания. И каждый раз ответ не универсален. Каждый раз мы должны исходить из обстоятельств. Хотя, казалось бы, перед нами универсалия, врачебное дело внизу, политика наверху. А поскольку наука государства пользуется остальными науками как средствами. А вот и аргумент уже не от общественного мнения. Политика пользуется всеми остальными науками как средствами. Все они так или иначе служат политике. И, кроме того, законодательно определяет, какие поступки следует совершать или от каких воздерживаться. И она же четко проводит линию поведения для всех людей. Смотрите, врач ведь может повелеть больному как себя вести. Но врач ограничен временем болезни. А даже если не ограничен временем болезни, бывают такие состояния, при которых все время надо вести себя, как говорит врач. Врач ограничен своей сферой. Иными словами, врач может сказать больному, чего есть и чего не есть. Ходить в баню или не ходить. Но врач не может сказать больному, за кого голосовать. Насколько бы больной не был болен. То есть врач ограничен своим управлением жизнью больного в рамках болезни, в рамках вопроса здоровья. Политик не ограничен ничем. Он может говорить и куда идти, и как долго идти, и сколько идти, и как возвращаться, какой дорогой. То есть туда мы едем в одной полосе, одна дорога, обратно другая дорога, тоже одна полоса. И это делает политика. Наконец, указание врача – это рекомендации. Вы всегда можете плюнуть и сказать, да ничего страшного, врач запрещает мне ей сладкое, но он же не может запретить мне жить. Ама-ма-ма-ма. Может с вами что-то случится потом. А может и не случится. Особенно если это длинные какие-то прогнозы врача, которые говорят, если вы будете есть сладкое, есть шанс, что у вас разовьется диабет. Или если вы будете есть сосиски и прочие мясные полуфабрикаты, есть там 34% шанса, что у вас разовьется рак. А вы говорите, 34%? Продрассуете монетку, смотрите, ребром не встала, не встала, ну понеслась. А законодателям этого не прокатит. Когда вы нарушите предписание законодателя, он вас просто поймает и накажет. Представьте, что вы собираетесь нарушить закон. Я не знаю, траковать героином. Наш любимый пример. 400% прибыли. Или 4000% прибыли, неважно. Вы видите, как по улице идет полицейский. Вы спрячете немножко свой героин обратно в карманчик. Сейчас вы какие-то подозрительные действия для полицейских. Ну да, а то лучше стоять с пакетиками. Вы, конечно, спрячете. То есть, если вы собираетесь перебежать дорогу в неположенном месте, а потом заметите гаишника, вы, наверное, так приостановитесь. Но если... Да, вот. Но если вы сидите и едите сладкое, и в булочную, в которой вы это делаете, заходит врач ваш, который только что вам сказал это, вы не остановитесь. А что он вам сделает-то? Да. Понятное дело, вы можете остановиться по совести. Вас совесть загорает. Но вообще останавливаться нет никаких... То есть, он может к вам подойти и даже заплакать, да? Но его слезы будут только слаще. Но если вы перебегаете дорогу, и вас замечает гаишник, уже так не получится. Уже так не выйдет. И в этом смысле политическая власть и политика вообще оказываются выше, чем врачебное искусство. Вы не поверите, он, конечно, это делает, но не потому, что он врач, а потому, что он подчиняется закону. Не может врач просто объявить вас психически больной и отправить вас в лечебницу. Нет. Нет. Нет, там есть... Ну, там про согласие сложно, экспертиза должна быть. Но экспертиза кем определяется? Кто в состав входит этой экспертизы? Какие лица? От кого? С какими компетенциями? Все врачи. Нет. Все это по решению суда. Ну, сейчас... Даже если это все врачи, на самом деле, нет. Они все равно делают это в рамках закона. Врач не может просто объявить вас сумасшедшей и сказать, увозите. Есть процедура, и эта процедура оговорена законом. А если он ей не подчинится, он окажется преступником. А теперь переверните обратно. Президент отправляет вас в атаку в последний бой. Он трудный самый. Рядом стоит ваш врач и говорит, ну, 200 метров вы пробежите, у вас там ДЦП. И вы, ну, банально не добежите через все эти кратеры. Неужели политик подчинится этому заявлению врача? Нет, конечно. И вот вам ответ, почему политика выше. Еще раз, снова. Политика регулирует врачебное искусство. Врачебное искусство не регулирует искусство политического. То есть, смотрите, не может политик прийти вот так, грубо говоря, к врачу и сказать, значит, смотри, не разбираясь абсолютно в каком-то там психике человека, он не может прийти и сказать, значит, смотри, вот, слоя процентов поступающих к тебе, ты закрываешь в дурки. Может, может. Ну, так не делать. Нет, так не делать. Мы возвращаемся обратно к представлению Афроносису и добродетели и говорим, конечно, что ваш пример это пример сумасшедшего политика, не обладающего добродетели. Но если мы берем политическое искусство, политик в силах приказать врачу что-то сделать, как врачу. Врач не в силах приказать политику что-то сделать, как политику. Форма этого приказа в нормальном обществе закон. Но мы можем представить себе тиранию. Врач может приказать политику. Как человеку, да? Не ешьте сладкого. У вас там вспышка коронавируса. Он может, снова, не может приказать. Он может только посоветовать. Да, дать рекомендации. Понятное дело, что врач может вам сказать, что если вы съедите еще одну сахарную конфетку, вы умрете. Но это не приказ. А вот политик прикажет вам идти в смертельную атаку, и это приказ. Никогда врачебное искусство не наложит вас санкции за нарушение. Вы можете умереть, но не потому, что это врачебное искусство вас убило, да? Врачи-убийцы. Политик 100% вас накажет. То есть санкция наступит, и она наступит не потому, что вас Господь накажет, да? Там вы сейчас украли конфетку, а через 30 лет где-то споткнете, все головы разобьете. Нет! схватят, понятное дело, в нормальном государстве. Мы не говорим про проблемное государство, про провал. Схватят и посадят. Да. Не понимаю, что это скажет. Понятно. Реально, политик можно сказать, как раз, я хотел прохоронный вирус, смешусь, закрыл данные 100 грамм, то есть это сделал не врачи, которые сказали, нам идет эпидемия, то политик говорит, попринимать метод, мы там в этот город санкциями. Это шимфорное дело. Смотрите. Давайте, давайте. Нет, смотрите, давайте, давайте. Давайте. Хорошо, давайте представим, что политик приказывает закрыть город без совета врача. Можешь это сделать? Да. Ну, вот и ответ. Поскольку наука о государстве пользуется остальными науками как средствами, и кроме того законодательно определяет, какие поступки следует совершать или от каких воздерживаться, то ее цель включает, видимо, цели других наук. А следовательно, эта цель будет высшим баллом для людей вообще. Аристотель сомневается, включает ли политика цели других наук в себя. Это видимо опять. Но он не сомневается в том, что существует высшее искусство, и что оно включает в себя все остальные искусства, и что оно служит высшие цели. Что такое искусство есть. Понятно, откуда это видимо возникает, да? На самом деле высшее искусство – это не политика. Но пока что давайте на этом остановимся. Есть ли какие-нибудь у вас вопросы еще? Да. Помните, я вам сказал, что я у Сократа видел, у ксенофона. Звук. Он говорит о том, что не о золотой середине, грубо говоря. Так вот, он говорит о… Это седьмая глава четвертой книги. Он говорит о том, что не нужно в какие-то науки, например, в геометрию или астрономию погружаться целиком. Нужно знать просто до какого-то… Да, 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 да человеком, вы не должны быть профессионалом во всем. Вы не должны разбираться во всем. Вы должны разбираться, чтобы быть хорошим профессионалом в своей профессии. Но это абсолютно не интересует. Вы должны разбираться, чтобы быть хорошим человеком в моральных добродетелях. Для того, чтобы разбираться в моральных добродетелях, например, добродетель величия, как вы помните, или щедрости, связано с деньгами. Надо разбираться в деньгах немножко. Ну, ровно столько, чтобы иметь возможность быть щедрым или быть величавым. А для того, чтобы это делать, вы в математику должны уметь. Ну, логично же, да, чтобы с деньгами общаться в математику. Но вам же не нужна высшая математика, тригонометрия, там вот это вот все уже. Нет, не нужна. То же самое касается, например, и, я не знаю, врачевания. Понятное дело, что хороший человек должен прекрасно понимать, когда он заболел, когда он не может выполнять свою работу. Но для этого ему не нужна наука врачевания от начала и до конца. Пойдите, спросите у своей мамы, что нужно делать, когда получаешь открытую рану. Она вам даже расскажет об этом. Про зеленку, про бинты, про перелом, например. Что делать, когда у тебя открытый перелом в школе, я же всех учили. Что делать, когда закрытый. Пожалуйста, но она никогда не вправит вам кости и никогда не сделает операцию. Этого не нужно для того, чтобы быть хорошим человеком. Конечно же, хороший человек должен быть, как теперь правильно говорить, всесторонне развит. Должен иметь какие-то базовые представления. Вас поэтому в школе учат и математики, и геометрии, и биологии, и химии, и физики. Конечно, вы все забываете тут же. Но это аристокльянская парадигма. То есть вы должны понимать, в каком мире вы находитесь. Но хорошим делает вас не это знание. И это против Платона. Знание – не добродетель. Хорошим вас делает практика. И вот эту практику вы должны освоить хорошо. Вот на это действительно должны быть направлены государственные ресурсы. Не на то, чтобы вас геометрией научить, математикой. Это вас родители смогут научить считать и писать. А на то, чтобы понимать, что такое добродетель и какие поступки, в каких ситуациях являются добродетельными. Почему? Потому что тогда мы сможем создать гармоничное общество. А если мы будем убирать на то, чтобы обучать людей знаниям, узкоспециализированным знаниям, мы гармоничное общество не получим. Общество знающих – это не общество добродетельных, как думает Платон и думает Сократ. Общество знающих – это хаос, это катастрофа. Только общество добродетельных – это гармоничное общество. Вопрос о том, кто может приказывать на политику. Она все еще остается в боях, которые с ним наказывают. Спорят, да, конечно. И тем примечательнее, что экономист может приказывать политику до той степени, до которой мы говорим, что приказать – это значит доказательство неисполнения. Экономик теоретически может наказывать политику за неисполнение. Филозом вообще не может применять никаких данных. Нет, мне нужен пример, потому что я не совсем понимаю. Давайте я попробую. В случае с врачом врач говорит вам, если вы не будете делать X, то вы заболеете. Ну, вы лик шанс, что заболеете, да? Экономист говорит политику, если сейчас вы не повысите пенсионный возраст, бюджет закончится. Может не закончится, может закончиться. Допустим, политик его не слушает, и бюджет заканчивается. Это наказание со стороны экономики? Нет. Тогда о чем вы говорите? У вас есть частная компания. И владеет, значит, Мартин Шкрелли. Абсолютно фантастический человек, возможно, даже слышали. Ну, не отслеживаю. Он взял приватную цену на мекарство от ВИЧ на 700 голодовых нюктов. Ну, экономист, я уже чувствую. Да, он стоит колоссальных денег. Вы же понимаете, что такой человек вполне может влиять на политиков в той мере, в которой, очевидно, граждане, лишенные доступа к этому средствам, сможет влиять на политику? Да. Если граждане, например, каким-то образом вооружены, они еще так, столь не повлиять на политику. Но тут есть несколько замечаний. Значит, гражданин – это всегда вооруженный гражданин для Аристотеля. По-другому это не может быть. Тут есть несколько замечаний. Если этот богатый человек влияет на политиков деньгами, то они не политики, а экономисты. То есть они в политику пришли не для того, чтобы… Нет, сынок, я поэтому и говорю, что он не говорит вам, что я у вас студентку отберу. Нет, он… Он говорит, я сделаю вашу политику невозможной. Вы не сможете управлять государством, которое вам не подчиняется. А оно не подчиняется, потому что я взвинтил цены, и они пытаются надавить на вас, чтобы вы надавили на пьян. Но вы не можете этого сделать. А почему нет? Как? Очень просто, как государство борется с монополием. А это, наверное, перестанут закупать у него инглазратные стороны. Нет, 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 нет. Ровно… Это единственный способ, который вообще в принципе приведет. И он был применен ранее, когда Standard Oil, например, захватил монополию на нефть в Америке. При Трумани, если мне не изменяет память, государство просто начало антимонопольный процесс, разбило Standard Oil на 10 маленьких компаний, и все. Я просто говорю о том, что у нас есть гипотетические случаи, когда экономика вполне способна влиять на политику. Ужас, политика способна влиять на экономику. Они, получается, две, два искусства, которые стоят на нужной политике. И нам стоит взаимомлиять просто. Я бы изменил немножко ваш пример, потому что он меня все равно немного не убеждает. А сделал бы из вас марксистскую просто. И вы бы тогда мне сказали, что просто экономика определяет политику всегда. У нас есть два искусства, которые на губах влияют. Давайте мы тогда согласимся в этом и выразим эту мысль немного иначе. Экономика, политика и философия все три претендуют на то, чтобы быть искусством искусств. Но пока еще мы не решили и не нашли ответа на то, какое из этих искусств действительно является вращением. В иерархии всегда есть пик. Это всегда только одно искусство. Но мы пока не можем решить, какое. То есть мы не настолько хорошие экономисты и не настолько хорошие исследователи политики, политические философы, чтобы понять, какое из этих искусств повелевает каким. А нам нужно быть хорошими экономистами и политиками или нам нужно обладать знаниями? Нам как философам нужно обладать знаниями, конечно. Хорошо, прекрасно. Если наше знание говорит о том, что сильнее тот, кто повелевает, и над кем никто не повелевает, то у нас политика повелевает экономикой, экономика повелевает политикой, А философы привлекают, потому что ни к нам ничего не может приказать Все, Ленин Философия выпускает вот то И все, и все умы заплачены Если мы с помощью философии пытаемся выяснить Что является выше экономикой или политикой Не означает ли это, что философия стоит над этим? Да, хорошее замечание, мне очень нравится Вот вы прослушали Если мы с помощью философии пытаемся выяснить, кто стоит выше Не означает ли это, что выше всех стоит философия Только философ, как тот, кто вышел за пределы всех этих маленьких кругов или сфер знания, понимает, как они расположены. Но понимание, как они расположены, дает ему в руки невероятную силу. Какую, если он лежит на диване? Потому что он должен быть часом. Итак, в самом начале, в нашей первой встрече, я постарался объяснить, какую силу дает нам философия, когда сказал, что даже либерализм до сих пор находится внутри рестатильянской парадии. Мы государство построили так, как его описал нам Аристотель. Он никому ничего не приказывал. А мы до сих пор сидим, и не то что построили, мы построили и до сих пор защищаем. Вопрос, какая сила сильнее, та, которая побеждает без единого выстрела, или та, которая еще и стрелять должна, чтобы ее слушали? Именно поэтому мы с вами здесь, чтобы собраться в таких сложных материях или попытаться и познакомиться с политической философией.